Как помочь птицам и не навредить окружающей среде? Ответ на этот вопрос найден давно. Эко-кормушки – простой способ спасти птиц от голода и не засорять природу пластиковыми бутылками, которые обычно используют в качестве кормушек. В прошлом году некоторые ивановские школы присоединились к всероссийской акции по изготовлению угощений для пернатых на основе водно-мучной смеси с использованием крупы. Мы всегда с бабушкой делаем зимой кормушки, чтобы птицам было что есть. Их надо сделать, чтобы наши птицы, которые прилетают на зиму, чтобы у них была еда на зиму, чтобы они не умерли до зимы, чтобы они это все пережили. В этом году в Иванове проходит городской конкурс «Валентинки для птиц» и школьники активно в нем участвуют. В гимназии номер три несколько уроков труда посвятили приготовлению печенья для птиц. Они тоже живые существа, им тоже нужна еда. А если они погибнут, тогда будет жизнь скучная, потому что над тобой всегда летают птички и поют. Рецепт эко-кормушек на удивление прост. Зерно смешивают с клейкой мучной массой и растопленным маслом или салом. Смесь выкладывают в самые обычные формочки для печенья и дают высохнуть. Главное, нужно помнить, что для птиц полезны овсяные хлопья, а греча и рис нежелательны. Недопустимы соленые семечки. Сладкое для пернатых вредно так же, как и для людей. В прошлом году эти ребята уже делали подобные кормушки. С заданием справились на отлично. Надо пшено или другие крупы. Нужно обязательно масло. Семечки можно. Мы укладываем все это на середину. И потом ложим бечевку. И еще раз накладываем. И укладываем это все куда-нибудь в холодное место. На следующий день мы это берем и вешаем на дерево. Жюри будет оценивать эко-кормушки по фотографиям. Более подробно о конкурсе «Валентинки для птиц» можно узнать на сайте городского управления образования. Там же размещен обучающий видеоролик. Итоги конкурса подведут 1 апреля, когда отмечается Всемирный день птиц. Главный приз конкурса предоставит глава города Иваново.